Ну, в общем, мы как всегда приехали в Икею, наш второй дом уже. Мы сюда мотаемся практически все наши будни, потому что надоедает дома сидеть. А здесь у тебя какое-то разнообразие, там, мороженое можно взять, вот, жир можно вот такой взять, который я снял. И пеканчик любимый. Это мой пеканчик вообще-то. Я его буду есть. Фу, он как-то вздёхом даёт пекан. Я вздёхом. Камая палец. Ну, грязный же, ты же не мыл руки по машине. Я, кстати, под капот лазил, ну ладно. Мы, кстати, ещё вниз не ходили, там должна быть новая коллекция, это как его, икеевская, летняя. Там, типа, григли, ну, григли эти и гамаг, гамаги. И такой вот в Икеи есть лайфхак. Короче, берёшь в Икеи-фэмили карточку оформляешь, обязательно оформлять себе тем-то этим. Короче, ты когда идёшь в Икеи-ресторан, ты похалявишь всё, и чай, и кофе. Плюс ты ещё можешь газировку наливать, похаляви. Ну, как бы, типа, написано нельзя, но мы наливаем. Ну, никто не ругает нас за это. Главное не палиться. Да, главное не палиться, всё, делайте аккуратно, очень аккуратно. Рыба вкусная. Да, наверное, рыба, 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 на 50 рублей подошевела. Да. Я терпеть не могу, когда Лена разбавляет чай горячей, холодной водой. Это вообще такая санина, это вообще невозможно пить. Некоторые вообще-то обжигаются, как я. Ну, а вкус-то вообще дерьмо. Напишите, вы разбавляете или нет? Я не разбавляю, всем не советую. Не советую. Если вы хотите отстудить, то один лёдик, добавляйте кубик льда и всё. А какая разница, это же тоже вода. Большая. Это вода. Не знаю, я так считаю. Вот, и я сейчас ещё решаю, мне самому менять резину или нет на машине. Лена мне говорит, не меняй. Типа там что-нибудь будет не то. Если Игорь будет сам ставить, то я буду думать, как он поставил. Может быть, он плохо поставил, и мы не в безопасности. А так, если барыге, то как-то я им больше доверяю. А чё не в безопасности? Там главное докрутить и всё, шины. Чё там бояться-то? А ты жизнь, это лайф. Короче, мы с Леной смотрим, я сняю своё тело. Вот, и там есть такая рубрика, типа ОКР. Ампульсивное компульсивное расстройство. Вот, и отчасти у меня вот это расстройство, оно присутствует, но не в полной мере. Вот, и он заключается в том, что я раскладываю постоянно вот так вот всё аккуратненько и управляю обувь. Лена мне обстанно орёт. Ну, это не знаю, это же считается, что у человека с ОКР возникает какая-то навязчивая мысль, и он от этой навязчивой мысли пытается избавиться какими-то действиями. Да, вот этим кайфом. Ритуалами. И когда он их повторяет, он успокаивается на время, потом опять приходят мысли, опять ритуалы. И это замкнутый круг. Опять ритуалы и опять ещё что-то новое придумываются. Короче, это вообще нереально. Ужасно, а ещё много людей не задумываются, что это вообще болезнь, синдром. У Трампа тоже такое есть. Я не знаю, да, отчасти у меня есть такое, вот. Короче, три года прошло у меня вот этих вот бзиков, и я потом заметил то, что это не очень, потому что они меня как-то опускают, ну, не знаю, я сам себя как-то унижаю этим. Например, кружку взял и вот так вот поправляю. Или ещё там что-то пакетики вот так вот делают, что-то выравнивают. А на тебя человек смотрит и думает, что за ебанка. Я потихонечку избавляюсь от этого дерьма. Вот, и получается, в принципе, у меня нормально. Такой огромный отдел сделали под рамки. У меня правда не надо. Зачем столько рамок? Ну, может быть, большой спрос на рамки. Вау, Fiat 500. Класс, обожаю. Мне очень нравится, классная картина. О, и вот это классная. Это новое всё, кстати, этого не было. Классная, вообще такая расслабляющая. И я очень сильно хочу побывать на этом мосту. По-моему, Бруклинский мост называется. Такой классный вообще. А вот эти часы, не, ну, например, часы, как раньше были в школе. Там, по-моему, было написано Слава или что? Слава или что? Или Победа, наверное, было написано. Классная. Вообще, я очень люблю большие часы настенные. Ммм, вот это хорошее. Я тоже хочу. Ну, просто порошочек. Порошочек. Хорошо. Чудо, чудо. Хорошо. Я думаю, порошочек, порошок. Хотел спеть. О, инжир. Инжир, а почему зелёный? Нет, это не мальчик. Яблоки с ананасами. Вот это моя любимая. А, нет, это персик. Раньше был с антифруктом, помнишь? Антифруктом? Не очень. Ещё в России сделано. Пахнет чисто абрикосами, а не персиками. Вот, а сейчас мы входим в отделы всеми любимыми девочками. И, в принципе, мной, это цветы. Блин, здесь так классно. И очень большие орхидеи. Просто лакшери, наверное, 1200. Никогда бы в жизни себе не позволил такое. Да ладно. Ну, в принципе, если бы был бы лакшери, то позволил. Но я не лакшери. Какая-то бабулька. Ну, может быть, потом буду лакшери. То есть буду лакшери, да. Пойдёмте эзотическим. Эзотическим? Да. Покажем. Блин, классный какой. Блин, он такой красивый. Какой-то ананасик. Блин, а там внутри вода почему-то не была. Смотри, тут есть такие вообще большие. Блин, классные растения вообще. Кайф. Ё, реально такой травянный. Какие-то семечки от Мартина. Только розовые. А ещё в Икеи есть какие-то бамбуки. Они вообще полуживые. То ли мёртвые, то ли какая-то пластмасса драная. Короче, это выглядит вот так вот. Многие люди, кто в Икеи в первый раз попадают, они видят всю эту хрень. Типа, о, типа, как дёшево. Вообще, 100 рублей. Типа, надо взять. И потом этот дом ухламится, и в итоге всё это дерьмо не растёт, и всё это дерьмо выбрасывается. Ну, он закротивирован зелёным бутылом. А, это как розы, розы эти как его. Цветы. Розы, роз, цветы. Вау, летняя коллекция открылась. Шок. Блин, хоть бы гамак был, пожалуйста. Классные. Мне так нравится, когда всегда летняя коллекция здесь вставляется. Очень кайфово. Отставим, Лен. Блин, классный навесик. Вообще по кайфу. Блин, на видео он видит говнястый. В жизни офигенно. Вот моя мечта. Гриль. Гриль. Какой большой вот этот тут. С этой помадкой. Это брикеты на самом деле топливные. Сколько стоит? 15500. 15 тысяч. Ну, в принципе, нормальная цена. О, гамаки, гамаги, гамаки. Гамаги. Открылись. Блин, какие-то поцикки, стучи заняли. И все, это место наше любимое. Кто это? Существует. Короче, я взял блинную сковородку за 150 рублей. Сейчас скоро масленица. Она же была масленица. И именно, вот. Хавера, да. Масленица была, да. Я что-то чуть-чуть припоздал. Уже пора для куличей брать. Да. Ха-ха. Меня вообще не видно. Тут глаза. То, что ты низкая, блин. Или ты высокий. Короче, сковородка прогорела, блин. И придется брать новые 150 рублей. Мама попросила, что делать. Уцененку пойдем, нет? Нет. Почему он? Пойдем сходим. Пошли. Мы пришли в уцененку. Дети все паскидоны. Ну, типа бракованные вещи. Пятышки не какие-то. Это уже минус. Вот это вот проблема. Да, реально проблема. У Лены столы, закей, столешницы, рабочие. Все в говне и все сдирается. Сдирается краска просто. Что за дерьмо вообще? Вот стулья бичевские. Все это тоже паскидону. Корзины. Да, корзины, наверное, просто их никто не покупает. Просто совершенно нет. Приходится подавать как говно. Мне вот лично в уцененке очень понравился этот диван. Я просто очень сильно хочу. Что-то кресло. Кресло, то есть, да. Короче, оно стоило 15, а сейчас стоит 9500. Типа скидон, потому что на нем пятна. А мне очень он нравится. Где вообще? Лен, мы идем туда, где нет никого. О, да я сошелек. Сейчас уже ждет эта снежанная. Вот мы уже вышли из Закии. Сейчас идем на парковку. Кстати, была интересная и очень забавная история. То, что мы как-то раз поставили машину и искали ее минут 10. Мы вообще забыли, где ее поставили. Я уже испугалась, что ее угнали. Вообще, обосрались дико. Думаю, украли все нахер. В общем, было бы жалко, если украли. Кстати, а где наша машина, я не понял. Я ничего знаю. По-моему, она там. Какой там? Она вообще-то там, походу. Вон там. Вон. Мы вообще ее прошли. Нет. Нет? Вот она. А, вот она, слава богу. Главное, не врезаться, блин. Потому что так неудобно снимать, еще гидроусилителя нет. Короче, мы сейчас с Леной. Я даже не смотрю на дорогу. Короче, мы сейчас с Леной едем во Шам за колбасой. Есть в машине после Икея. Я не буду. Как не будешь? Сейчас будешь. Вот следующий кадр, как ты ешь колбасу. И заставка будет, как ты ешь колбасу. Блин, и вот, сука, чуть нас не врезался, мразь. Скотина на Outlander. Короче, вот пришли в Ашан. И Лен заметил, здесь скворечник. Вон он висит. Многие люди... Ты закрываешь микрофон. Какой? Где? Закрывай микрофон. А где микрофон? Здесь микрофон еще есть. Вот. Да? А здесь зачем? Такое расстроенное лицо. Ну, кто, многих, кто здесь было и здесь замечали воробьев. Может, они специально воробьев, типа работники Ашана, чтобы они поедали крошки там всякие. Лен. Я не знаю. Фу, кошмар. Смотрите, сколько здесь копается всякая. А, жесть. Она сказала, о, господи. Да, о, господи, какая копка у нас сегодня. Какой издеваться? Чё издеваться? А чё, о, господи, мне говорить? Ну, она потому что ты говоришь, сколько здесь копоти, и типа она не работает. А что, а что? Это грязь, Лена, бактерии. Тут все надо мыть. Чё удивляться? Да, мы не пьем уже. Ну, понятно, что мы не пьем, но мы удивляемся, что здесь все грязное. Чё, мы чё, не можем так сказать, что... А при чём здесь какого-то её осуждения, то, что мы снимаем? Ну да, это ни при чём. Вот. Вот её фигура тоже. А жопа тоже, Лен? Чё? Я могу обсуждать, если это ни при чём, то, что она нас обсуждает. Ну, это её личное качество. А это наше тоже личное снимает. Ну, это немного более объективное. Ну что, какая разница? Это зло, Блин, месть. Я против. Бывший в отдел щеток, Лена говорит, что я постоянно щетки покупаю. Типа каждые две недели я покупаю щетку. Нет, я месяц назад покупал щетку. Честно, серьёзно. Вот, а я покупаю щетку, он убил за 30 рублей. Где она? Вот, я хочу рожжевую. Ты чё, как ты месяц меня? Ты чистишь, так тебе зубы гонился. Да, я чистил ужасно. Я чистил вертикальными так движениями, а нужно... Ой, горизонтальными движениями. А нужно вертикальными. Чё, я снимаю вообще нос? В последнее время населённые стали вот пить чай с сухарями. Они стоят, блин, по 60 рублей, по 90. А я раньше думал, что они где-то по 30 рублей. Ну, это вообще издевательство. Почему 30? Ну, это мало 30. Блин, надо, короче, найти колбасу срочно. Надоело мне уже по шаму ходить. Просто. Ну вот, наконец-то мы дошли до отдела колбасы. Сейчас мы возьмем долгожданную мою колбасу любимую. Именно куриную. Куриную суроковчуную, типа, она свиная, но это куриная. А, вот она, кстати. Нужна полезная. Праздник. Мы уже закупились в Ашане. И, как всегда, после Ашана мы любим очень пикниковать. Закупились колбасой и балуком. Вот сейчас этот кайф мы будем поглощать в себя внутрь. Сейчас я сделаю обзор на балык. Живется легко, вкус нормальный. Жидкого дыма не замечено. Натуральное копчение. Ну, вот, короче, мы же поели. Я вот так все насвинячил. Все в крошках жить. Я не знаю, что делать, как все запихать. Минополис. Медиа-система. Да, медиа-система, лутскул-кассета. В общем, все на люк, все. Автопром у нас иностранный. Шикарные автомобили.